Праздничная линейка в 58-й школе в Брагино началась с курьеза. Некоторые из родителей, дабы не пропустить удачные кадры, проявили истинно русскую смекалку. В результате под объективы фотокамер попал вот такой забавный эпизод. Наверняка этот случай останется в истории школы, смеется Наталья Чеплыгина. Для преподавателя это 22-я праздничная линейка. И в пятый раз за школьную карьеру она принимает первоклашек. Дети меняются. Дети более раскрепощенные, более смелые, я даже сказала, и сообразительные. Праздничное мероприятие посетил губернатор области Сергей Яслибов. Он выступил в качестве преподавателя и провел открытый урок по истории России. Тема Первая мировая война и ее влияние на современную ситуацию в мире. Про войну вообще рассказывать тяжело. Про ситуацию на Украине, наверное, вдвойне тяжелее. Это как это наш дружественный славянский народ. Не мог Сергей Ястребов и не вспомнить и про свою первую школьную линейку. Пошел в школу, чуть не попал под мотоцикл. Пришел, стоял вот так с букетом, как все. Те друзья, которые появились в школе, ну во многом и жизнь определяли. И сегодня, слава богу, не часто, конечно, хотелось бы, но увидимся. Достижения и проблемы 58-й школы Сергей Ястребов обсудил с преподавателями уже после праздничной линейки. Темой номер один стало, пожалуй, главное нововведение этого года – возвращение в школьную программу сочинения. Списки тем еще окончательно не сформированы, но директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода приоткрыла завесу тайны. Точно есть блок тем, будет блок тем, который посвящен 203-ю Лермонтова. А вы сами лично как относитесь к возвращению к сочинению? Я думаю, что это огромное благо, потому что уметь писать, выражать свои мысли не только устно, но и письменно – это огромное и необходимое условие для человека. Всего сегодня школа региона отправила 117 тысяч детей, что на 2000 больше, чем в прошлом году. Кстати, 380 из общего числа школьников – это дети из семей беженцев из Украины. Александр Лисицин, Денис Ромашов и Георгий Иванов. День в событиях.